С мая по июнь в кредитных учреждениях Чебоксар стали выявляться поддельные пятитысячные купюры одной серии. Стало понятно, что кто-то целенаправленно их сбывает через торговые точки города. В поле зрения оперативников попала девушка, которая приобретала в магазинах недорогие товары – кошачий корм, наборы конфет и продукты питания, расплачиваясь крупными купюрами. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями управления по городу Чебоксары совместно с аппаратом управления экономической безопасности МВД Почувашской республики проведен комплекс мер и задержана уроженка Кировской области, 99-го года рождения, которая на территории города и республики сбывала фальшивые денежные знаки. В послужном списке 21-летней подозреваемой уже имеются судимости за кражи, мошенничество и разбой. Ранее судимый? Да. По каким статьям? 159-й. Все 159-й? Ну, 159-й, 158-й. Еще? Все. 161-й нету? Ну, там разбой. Но на этом молодая женщина решила не останавливаться. Не задумалась она и о ребенке, которому еще нет и четырех месяцев. Совершать подвиги она уехала, оставив малыша в больнице. Следователями уже задокументировано 11 фактов сбыта пятитысячных купюр, совершаемых ею в мае и июне этого года. Расскажи, вот в чем твоя вина сейчас? То, что людей обманывало. Людей обманывало как? Корыстной целью. Хорошо, с корыстной целью. Что ты именно делала, как обманывала? Деньги разменывала. Не настоящие. Кроме того, молодая мать признает, что побывала во многих торговых точках, где продавцы не приняли от нее деньги, засомневавшись в их подлинности. Опыт, внимательность и, как правило, использование детектора проверки подлинностью купюр спасли их от приема ненастоящих денег. В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по статье 186 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть сбыт фальшивых денежных знаков. На время следствия фигурантка уголовных дел будет находиться под стражей. После рассмотрения дела в суде ей грозит до 8 лет лишения свободы. Правоохранители напоминают, что преступления, связанные с фальшивомонечеством, относятся к категории тяжких. Дабы не попасть в неприятную ситуацию при обнаружении сомнительной купюры, не стоит ее сбывать. Запомните приметы человека, от которого получены подозрительные банкноты, и немедленно сообщите в полицию. Продолжение следует...